всем привет меня зовут катя и вы на канале ароматик бабл сегодня вместе с вами я хочу залить вот таких вот малышей эта форма называется боевой малыш у меня их 2 мне надо сегодня сделать два набора один из них я делаю вместе с вами а второй уже сделаю за кадром покажу что у меня получится для работы нам сегодня понадобится очень много пигментов мы будем окрашивать малыша то есть все вот эти вот детали мы будем выделять сапоги черным костюм у нас будет и каска будут такого оливкового зеленого цвета и цвет тела это лицо и ручки у малыша также для набора мне сегодня понадобится вот такая бляха со звездой звезду мы выделим красным цветом прочим так же как и звездочку на каске у малыша а основной цвет у бляхи и у этого малыша мы сделаем с переходом из синего в желтый ну то есть такая имитация небо и земля и местами поставим такие белые облака один из наборов это для ребенка поэтому одушку я буду использовать жвачка или бобль гум также из подручных средств нам понадобятся ватные палочки чтобы затирать если где-то что-то у нас не туда затечет зубочистка ножек пипетки палочки для размешивания основой спирт и стаканчик с горячей водой основа у меня бриллиант это российское производство застывает она долго медленно поэтому пипеточная такая вот работа просто это основа идеально вот для такой вот точечной заливки ну что ж давайте начнем и по ходу уже вы будете смотреть как и что я делаю для заливки мелких деталей одушку использовать я не буду потому что нам например понадобится где-то там одна две капельки всего и потом эту окрашенную основу я могу использовать уже где-то в других каких-то изделиях в первую очередь мы с вами зальем звезду это вот на этой бляхе и на каске у малыша для этого я буду использовать практически все прозрачную основу и буквально вот несколько кубиков белый я растопила основу добавляем сюда красный пигмент в предыдущем видео я уже показывала как можно сделать красный цвет это вот мы добавляем красный пигмент и добавляем сюда буквально немножечко оранжевого так чтобы цвет у нас был такой насыщенный насыщенно красный все цвет получился плотный красивый нашу бляху мы кладем в контейнер и заливаем звезду следующим этапом я заливаю сапоги у малыша для этого я использую только прозрачную основу и черный пигмент когда я работаю с пластиковыми формами я стараюсь так чтобы основа у меня была подостывшая для того чтобы она не растекалась по форме так как границы но все-таки такие не сильно четкие поэтому мы немножечко подождем пока основа остынет и будем заливать сапожки теперь мы с вами замешаем одновременно будем делать и цвет формы каски и цвет тела для тела я буду использовать белую основу и буквально одну капельку красного пигмента для того чтобы сделать цвет оливы для формы для каски я буду использовать желтый оливу и флору возможно понадобится одна капелька коричневого так сначала мы с вами сделаем тела вот капнем совсем чуть-чуть и будем смотреть но так чтобы было наиболее похоже для большей такой реалистичности добавим с вами одну капельку теста вот какой получается цвет так оставим пока эту основу немножечко остыть чтобы потом с ней было удобнее работать и займемся с вами цветом формы сначала сначала наливаем желтый цвет потом флору добавляем оливковый и тут уже смотрим так чтобы цвет нас устраивал так на все смотрите цвет хороший получается такой болотный теперь мы с вами зальем ручки у солдата это вот здесь и вот и вот здесь так теперь мы с вами зачистим звезду она расплылась у нас так как контур ну тут совсем не четкий я использую ватные палочки и очень удобно придать такую вот четкую границу теперь цветом теста мы закрасим затылок до у солдатика то есть вот эта вот часть которая идет после вот этой вот лямочки вот как вы видите с остывшая основой очень удобно работает то есть она остается но практически там где мне нужно потом останется только немножечко почистить так теперь мы с вами зальем каску для этого мы немножечко прицарапаем звезду и начнем вот с этой вот которая лямка да вот по лицу идет как вы видите я специально оставляю кусочек звезды не залитой потому что основа у меня под остывшие вот как видите она такая уже густая густая и я боюсь что звезда просто отслоится у меня то есть не прикрепится поэтому я ее оставила не залитой и как раз когда мы уже будем заливать основной фон как раз вот звезда прикрепится именно к основному фону все вот что у меня получилось теперь почистим в тех местах где я вышла за пределы и продолжим дальше пока основа у меня еще не схватилась до конца мы зальем с вами форму у солдатика все как вы видите ручки я тоже специально не задеваю вот этой вот зеленой основой по той же причине что и звезду чтобы ручки потом у меня приклеились уже непосредственно к основному цвету но который будет задний фон чем удобно работать с подостывший основой что видите она остается везде где мне надо я могу смело уже перевернуть форму и ничто никуда у меня не денется все нам останется закрасить только лицо и сделать основной фон для того чтобы нам сделать задний фон я буду использовать больше прозрачный и поменьше белый то есть примерно где-то 80 на 20 и один стаканчик мы окрасим такой небесно-голубой цвет для этого я буду использовать вот такой вот пигмент небесный а второй мы окрасим желтый и добавим немножко теста чтоб такая вот но имитация песка земли что-то такое и третий стаканчик у меня останется чисто белым и мы сделаем такие блики ну типа облака я растопила основу одновременно в 3 стаканчиках специально для того чтобы она у меня успела подостыть если мы с вами горячую основу зальем одновременно с двух сторон в нашей формы они просто внутри перемешаются и это будет такая серобурмалиновая непонятная масса а я хочу чтобы у меня было но не то чтобы четкая граница но все-таки была такая разница до между верхом и низом для этого мы даем основе немножко остыть вот как видите она меня такая полупрозрачная и красиво потом получается на заднем фоне вот даем основе немножко остыть и уже тогда мы будем заливать одновременно в нашей формы но пока она у нас остывает мы займемся окрашиванием сначала мы окрасим небо буквально по капельке добавляем пигмент и уже потом смотрим ну на тот оттенок который нам нужен вот для неба меня вполне устраивает и теперь мы займемся цветом земли то есть мы делаем желтый цвет и немножко тестом вот смотрите какое красивое сочетание будет и сюда мы добавляем одушку одушка жвачка она как видите но такая здесь у нее очень много ванили она сама по себе желтая поэтому добавляем аккуратно чтобы она у нас не изменила цвет нашей основы это одушка очень сильная то есть пахнет она сильно и ее практически вот несколько капель и основа уже пахнет всю основу меня подостыла давайте начнем солдате к сбрызгиваем форму и наливаем сверху голубой цвет снизу желтый так сейчас я поставлю чтобы вам было видно вот одновременно наливаем стаканчик два цвета форму наливаем не до конца и вот куда-нибудь в районе головы я хочу поставить вот такой вот блик из белой основы то есть это будет у меня облако все мыло мое застыло его можно доставать из форм это вот бляха у нас такая посмотрите как интересно лег белый цвет причем каждый раз он ложится вообще вот по разному то прям каким-то мрамором лег то вот сейчас какими-то крылышками я каждый раз любуюсь каждый раз интересно по разному и вот наш боевой малыш вот смотрите все осталось на месте ничего не отслоилось у нас и теперь нам останется только ну какую-то придать живость лицу нашему малышу я буду использовать акриловые краски у меня фирма sonnet и также несколько кисточек всяких разных взяла в первую очередь мы с вами покрасим бляху и нарисуем погоны для этого я буду использовать вот такой вот античное золото акриловую краску вот посмотрите какая она интересная вообще по свежему мылу я не очень люблю рисовать потому что краска плохо ложится но есть и большой плюс в этом когда мыло свежее и вы наносите краску она лучше как бы припечатывается к мылу и потом уже высыхают они вместе как что-то такое единое целое то есть там уже тогда не так сильно облезет если случайно зацепить теперь этой же толстенькой кисточкой мы покрасим ремень я немножко обтираю ее чтобы она не была прямо яркая яркая и вот так вот наносим такими вот мазками и теперь самое интересное это нам нужно нарисовать лицом использовать я буду черную краску и тонюсенькую тонюсенькую кисточку и и и теперь мне нужно составить набор я буду использовать вот такую крафт коробочку когда я упаковываю мыло в коробочке я никогда не оборачиваю его пленкой только если например куда-то надо отправить в другой город вот такой вот яркий нарядный с ароматом бобль гума детский наборчик у меня получился и также у меня успел застыть вот еще второй солдатик вот такой вот боец молодец и это уже будет взрослый набор для мужчины и упакуем мы вот такую камуфляжную коробочку и вот такой жетон все вот так вот два варианта выполнения таких наборов в конце видео я прикреплю какие еще наборчики можно сделать на сегодня у меня все большое спасибо что посмотрели сегодняшнее видео я надеюсь оно вам понравилось и было полезным а я с вами прощаюсь до новых встреч отличного всем настроения и пока а а и а и Субтитры сделал DimaTorzok